Сегодня в Акимате области состоялся брифинг по земельному вопросу, а именно по выдаче сельскохозяйственных участков местными исполнительными органами за период с 2015 по 2018 годы. Согласно результатам проверки Департамента по управлению земельными ресурсами, эта процедура якобы прошла с нарушениями. В СМИ и социальных сетях информация подается с разных ракурсов. В связи с чем ответственные органы решили прояснить данный вопрос. В 2022-2023 годах специалисты Департамента по управлению земельными ресурсами проводили проверку, чтобы выяснить, на законных ли основаниях местные исполнительные органы принимали решение по выдаче земель. По ее итогам, не согласившись с решениями Акиматов Букиардинского, Жангалинского и Тоскалинского районов, они подали иски в суды. По заключению Департамента по управлению земельными ресурсами, они считают, что в 2015-2018 годах местные Акиматы предоставляли земельные участки, минуя статьи 48. То есть, они считают, что данные земельные участки должны были предоставляться через аукцион. Первая судебная инстанция и областная коллегия отказали в удовлетворении иска в связи с тем, что трехлетний срок исковой давности истек. Но в то же время в судах согласились с тем, что земли выдавались без конкурсных процедур. Представители Департамента по управлению земельными ресурсами области на этом не остановились и подали касационную жалобу в Верховный суд. В результате решение местных судов было отменено. Они ссылаются на статью 48 земельного кодекса, а также правила проведения аукциона от 31 марта 2015 года. Данное правило там сказано, там конкретно есть норма о продаже права аренды и землепользования, то есть через аукцион продавать. А решение Акиматов о предоставлении долгосрочной аренды безвозмездно. В редакции земельного кодекса с 2015 по 2018 годы были две статьи. В 48 статье было сказано, что земельные участки могут быть предоставлены через аукцион. Также в 43 статье была указана норма, что прямое предоставление земли возможно согласно заключению земельной комиссии и землестроительного проекта. В ходе брифинга сообщили, что все Акиматы, руководствуясь данной нормой, принимали решение по выдаче участков. Мы проводим встречи на разных уровнях, обсуждаем этот вопрос. Думаю, что эта проблема найдет свое положительное решение и мы предоставим возможность фермерам дальше стабильно работать. Площадь выданных земельных участков в период 2015-2018 годов составляет 1 миллион 857 тысяч гектар. В завершении брифинга спикеры отметили, что такая проблема не только в нашей области, но и других регионах, где земельные участки выдавали также руководствуясь статьей 43 земельного кодекса. Олег Великий, Рустам Ищанов, Алтымбек Танышкалиев, Алихан Ясказиев, Акжей Какпарат.